Так, Толик Позигонс, помните этого товарища, он живет на Украине, вот запомнил деревню Апостола, видимо из-за этого, не помню даже область какая, но Украина. Вот, теперь он мне задает вопрос, ну, зашугал я его, извините, его, наверное, Анатолий зашугал, что сейчас люди боятся резать, вот, и вот он мне присылает фотографию, давайте на нее посмотрим. Дело в том, что, ну, что я скажу, вот это подвой мощный, да, скорее всего, вот именно в таком виде, оно может быть однолетнее, ну, скорее всего, или двухлетнее, ну, я боюсь ошибиться, но, скорее всего, оно однолетнее. Вот, и уже он не виноват, что выросло мощное дерево. А почему ему не вырасти мощным деревом, если, сейчас я поменьше сделаю картинку, а, вот, если это Украина, и там гораздо быстрее мощный растет. Подвой дал вот эти вот ветки скелетные, и не просто скелетные, но уже и плодовые. Вот, ну, Анатолий, наш человек, не стал колечить дерево, просит совет, все-таки вы на Украине, и у вас будет проблема, если вот так не трогать со временем. Что бы я, ну, слушать меня не только Анатолий, слушайте северяне, так вот, господа северяне, если вы так выросли, мне это нормально, это самое, тоже до такого уровня обычно растают, или чуть меньше, все-таки Сибирь лет короче. Значит, для северян, вот так вот, толстый, знаете, бывает, веревка вот такой толщины, типа каната морского. Вот, вот такое обвяжите, и пусть все три растут, одна вертикальная, другая чуть с наклоном. Это раз. Теперь, что касается юга, у вас не так страшно, у вас нет вот этого болезни, она может вирусная, имеет какую-то природу, она может бактериальная. Ну, то, что я убедился, то, что у нас за несколько лет в Сибири, в центре Сибири, это Кемеровская область, не знаю, насколько, но затронула. Красавиевский край затронула, Хакасию затронула. Дальше не знаю, вроде бы Иркутск. И вот, значит, эта зараза, допустим, если было миллион яблок, то 900 тысяч сразу погибло. Не сразу, за несколько лет. Вот, довольно быстро, никакого отношения к грибным заболеваниям нет. Вот, и, а вам еще до вас не дошло. Если бы к вам пришло, вот я говорю, почему я сказал обвязать канатом северянам? А потому что нельзя ни одной ранки делать. Пока не пройдет это, может она уже, сейчас то ли она заканчивается, эта эпидемия, подчеркиваю, бактериальная. Вот, это единственное, что я точно знаю, что это не грибные, и никакой не черный рак. Вот это я точно знаю. Вот, или она заканчивается, потому что уже нет некого жрать. Может быть так. Вот, а здесь, на юге, я бы вам советовал, ну раз уж эта ветка, пусть она самая худенькая, но все-таки она на центральную тянет. Ее вот тут отрезали. Так. А вот эти ветки отрезайте вот тут, смотрите, вот тут и вот тут. Вот, они останутся боковыми. Возможно, их потом со временем придется все-таки связывать канатом, потому что урожай, они как, когда вот отрезаешь, так, они переходят в разряд тростепенных. Да, они будут стелиться над землей, да, это плохо, появится желание отрезать боковые ветки вот эти, но я бы не советовал. Каждая вот ветка, особенно нижняя, они кормят эту дурь, когда если ветка не плодоносит, то вот эти вот и придумали, что они лишние жирующие на хлебнике, их надо уничтожить. При этом делая раны и снижая морозостойкость. И тут же заселяя дерево тлей, жуками, пауками, всем и все это, потому что вы искалечили дерево. Лучше терпеть это все, и ветки, которые вы считаете не плодоносит, они или будут плодоносить, или они не будут плодоносить, но это другая задача. Плод забирает в себя, помните, деревья, которые увешаны плодами, растут медленнее. Допустим, плодов нет, вот прирост. А плоды есть, вот прирост, вы уже догадываетесь. Забрали в себя питательные вещества, плоды. Так вот, если нет плода, слава Богу, эта ветка кормит дерево. На ней есть листья, а от площади листьев зависит урожай. Вот надо было, помните, я говорил, ну это очередной постулат, не могу же я все сотни выложить сразу. От урожая, прежде всего, зависит от площади листьев. Уничтожая часть веток, вы уничтожаете часть листьев, просто вы их не видите, господа. Я еще буду над вами измываться, потому что вы это заслужили. Вы предатели. Вы, дело даже не в том, что вы это, не сам, калечите. Вы не хотите отказаться от этой дури. Вы не хотите, кто пытался это, в моей мысли передать на этих сайтах. Чем кончалось? Ускакивали оттуда. В лучшем случае, просто уничтожали ваши письма. Так, теперь прошло немного времени. Я получаю второе письмо. Еще четыре фотографии. Значит, опять с Украины. Первые годы немного мальчировал в разочных пределах от жары. В этом году задерню. Растет около пятидесятка ваших деревьев. Все ваши по двое. Вишни, груши, сливора нет. Ну, что, взошло раз. Значит, все. Не халтурщики. Часть осталась нетронутыми дикими. Интересно, зачем. А, ну, если нетронутые дики, возможно, вы будущий этот. А, вы же там на Украине хотите повторить все это. И районировать все, даже то, чего там сроду не было. Вот. То есть, и мои дикари. Так. Теперь. Основную часть привела культурными. Матричный сад готов. Матричный сад, это значит, что у вас впереди большое будущее. Начиная с этого года, хочу заложить фундамент. Еще пятьдесят деревьев. Собираю местную коллекцию из лучших. Есть интересующие люди. Проповедую всем. Да и в этом году, благо, будет что показать реально. Вам большое спасибо. Так. И вот, теперь я должен вот, что-то, и как скажу, так сделаю. Смотрите. Явная двухлетка. Здесь садил, не садил, но вот здесь обрезку сделал. Получил кучу скалетных веток. Так. Естественно, что эти трогать нельзя и не отрезать ни в коем случае. Вот. Те, кто это делает, это наши враги. И враги садов. Только они этого не знают. Милая до того женщина. Еще ладно, мужики. Ну, что такое мужик? Ну, топор. Помните, берем киянку, берем стамеску, начинаем раны лечить. Плодородие хотите повысить? Почитайте, умненько. Гвозди забивайте. Там, гвозди забивайте. Нет? Не читали? Почитайте. Вот. А потом берите эту газету, журнал и вот это. Лучше женщина, раз за него плачет, она хочет заменить туалет и выложил. И вот что получается. Здесь нужна сильнейшая обрезка. Дело в том, что, знаете, как плохо ли, хорошо ли, вот если так оставить, да, потом под урожаем, оно буквально не то, что разорвет их. Я когда с этим стал, мне ловят, речь идет об обрезке, правильно, меня ловят на противоречие. Ранний железов, говорю, 3 года мы их делаем, эти самые обрезки, а потом прекращаем навсегда. Вот смотрите, первый год, видите, пока я говорю про раннего железова. Вот он, допустим, пересадил, допустим, вот тут обрезал, так, и пошли побеги с нижней части. Украина, залито, выросла, прекрасный мощный саженец, так. Теперь ему еще раз придется. Я заметил, когда я резал, а у меня был сад, я там тысячи растил, сразу яблоки, вот, к примеру, я на них тренировался. Значит, когда вот так обрезал, эту, 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 я не боялся, тогда не было никакой этой, той страшной болезни, вот, так. А остров со всех сторон была вода, и он там, если где-то было подальше туда, в горы, 40-45, то на острове было 30-35. Представляете, как я устроился хорошо? Я не боялся резать. И тогда что получилось? Вот тут, ну, берем, грубо говоря, половину отрезал, половину, 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 вот. И происходит, ну, само собой дает побеги, утолщение. То есть, оно становится, как такое, коренастое, такое, мощненькое, и уже не боится ни ветров. Мы же осадили его, как бы, сделали более низко, более низким, что ли, как бы сказать-то, приземистым, да? И такой боровичок получается, гриб, боровичок, который мощненькое дерево. А смотрите дальше, вы уже поняли, что я сказал. Посмотрим. Это, в принципе, копия того, или это тоже, я пытался понять, но тут вроде бы что-то резал, или очень похоже на него дерево. Ну, повторяться не буду. Вот, сейчас покажу. Вот видите, вот так оставь. Я говорю новичкам, не режьте, не понимайте. Но, дело в том, что здесь придется все-таки обрезать, потому что хиловатенько, хиловатенько. А мы еще вспоминаем, мы с Анатолием должны еще вырастить, что? Он же говорит, маточный сад готов. Вот это и будет маточный сад. То есть, вот так обрезал, получит прекрасные приросты на следующий год. А если оставим вот так, без обрезки, получит много жиденьких приростов. Вот. Понятно, да? Так же, как вот, когда вот тут отрезал, у него получились, видите, какие мощненькие побеги. Прямо аж так и просится отрезать на черенкование. Так, поняли, да? Значит, вот это придется ему отрезать. Оно немножко кривовато, ничего страшного. Центральная ветка есть пополам. Эти пониже. Два раза ниже. Вот. Потом, каждая ветка обрастет. То есть, каждая веточка следующая будет мельче-мельче. Они уже не будут так опасны. И, наконец, последняя. Ну, тут еще проще. Это остается так же отрезано, допустим, на половину или на одну треть. Это пониже. Это еще ниже. Вот. И ничего страшного, что она вроде не пропорциональная. Вот ветка бок тащит. Стоит тут отрезать, да? А противовес, вот на основной ветке, вот отсюда ветка. Пусть годом позже тут обрезана будет. Она быстро по толщине догонит эту. Получится довольно пропорциональное дерево. Вот приходится резать, что делать. И так до второго-третьего года. А новичкам, ну, а Анатолий, он мужик серьезный, вот его сад, видели. Он и не с нуля начинает. Вот. А новичкам, говорю, вот, при посадке отрежьте половину. А если купили на рынке, то лучше оставить одну треть или одну четверть. Дай Бог, чтобы хотя бы зацепился за землю. Вот это я говорю. А потом вообще не подходите к нему. Так, я... Это фотография своего сада. Почему я разместил? Во-первых, я размещал всегда, знаете как? Я размещал рядом колонновидные яблони с этих. То есть я их копировал с интернета, колонновидные. Да, и получалось, что вот это одно дерево, яблок, у меня дает больше, чем сотня колонновидных. А кто-то считает, что как здорово на дерево. Пять-десять яблок. Ой, какой замечательный колонновид. Это так, упрек. Это раз. И второе. Вот. Если вот так вот сделать сильнейшую обрезку, да. Ну, допустим, как я советовал. Год, два. Потом на третий подправить. На юге-то оно не так опасно. А потом не подходить к нему. Вот то самое. Вот что хотите, вот такое оно и получать. Ну, и что? Некрасиво. Страшный сон этих садистов. Все ветки смотрят вниз. Потом яблоки падают, они уже не распрямляются. Пригласи сюда садистов. Все к чертовой матери не ставят. Ниже будут доказательства. Ну, эту фотографию мне прислали. Я просто посмотрел, полюбовался. Сказал, вот так мои сеянцы себя чувствуют. Если человек аккуратно к ним относится. Напоминаю, друзья. Значит, ценность моих семечек велика. Особенно абрикосовые. Особенно, это самое, сливовые. Пусть они подвоенные кажутся, но они сладче культурных. Те же китайки, сливы, те же эти самые. Про Вишни уже говорил. Пусть у вас сегодня текут. Абрикосы вообще феномен. У них-то 25 удерживаются. Представляете, разве не феномен, когда мои после сорок градусов зимы плодоносят? Ну, ладно, культурные бывают редко-редко. А после сорок градусов зимы, там, ведро два, три. А бывает, кстати, и вот как было. Савенич не даст соврать. Вот, было и полностью, то есть, все дерево плода культурных. Но эти-то, сыновья манджорца, сеянцы амур. Они рассчитаны на любую зону. На любую. Их даже на Украину пора бы возвращать. Вот, не возвращать, а селить на Украине. Я хочу сказать, что цену скинул на 20% на семена. Я уже говорил об этом, повторюсь. И там, у вас, у меня на экране нет, у вас там есть вот такая, или появится во второй половине семинара. Там такой квадратик нажали и заказали. Вот, я к тому говорю, что на 20% скидка вам гарантирована. Тех, кто сошлется на этот разговор, на этот вебинар, там, кроме всего прочего, написали. Скидка на 20%. Вот.